Всем привет! Очень много людей меня сегодня спрашивали, отразится ли это ужасное событие, взрыв, о том, как будет играть Баруси в этой встрече. Безусловно, отразится, потому что невозможно просто взять и выкинуть из головы это событие, забыть про него. Каким бы ни был бы ты профессионал, все равно ты будешь помнить о том, что вчера был взрыв, то, что твоя жизнь находилась в опасности, то, что твой партнер по команде получил серьезную травму и перелом руки. Я сейчас говорю об артре. Но то, как это событие повлияет на ход встречи, на игру Баруси, вот это уже сложно предсказать. Это можно сказать только если вы человек, приближенный к этой команде, если вы находитесь внутри коллектива, а мы можем только лишь прогнозировать. С одной стороны, это событие может сказаться не самым лучшим образом, потому что я уверен, что Баруси настроилась на эту игру. У них был план на игру, цель на игру, команда хорошо была готова физически, психологически к этой игре. И, конечно, такие ситуации, они очень сильно выбивают из колеи, заставляют переключать свои мысли на что-то другое, на не очень хорошее, на негативное. Да, я много раз в своих различных роликах, скорее не связанных с прогнозами, говорю о том, что мыслить нужно позитивно. В такой ситуации сделать это не так просто. Второй момент, я так понимаю, не сыграет Бартера, все-таки перелом руки, вряд ли он примет участие в встрече. А это игрок основы, играл во всех предыдущих матчах, поэтому, конечно, с этой точки зрения, его отсутствие скажется не лучшим образом. Но, с другой стороны, я все-таки придерживаюсь второй позиции, что это событие даже лучшим образом повлияет на команду, если вообще так можно выражаться в данном контексте. Да, не сыграет Бартера, но, тем не менее, команда будет играть за себя и за того парня, как люди любят говорить. Настрой на игру у Баруси должен быть сейчас просто зашкаливающим, потому что это событие должно определенным образом сплотить команду, заставить их работать как единое целое, заставить их бегать от и до, от первой до последней минуты за себя, за своих болельщиков, за свою страну и за Бартеру. И я надеюсь, что трибуны помогут хозяевам, потому что они будут их всячески поддерживать, потому что они будут действительно 12-м игроком с первой до последней минуты. И вот эта синергия, которая образуется между болельщиками и игроками внутри команды, должна помочь Баруси очень сильно разозлиться, собраться именно на эти 90 минут и показать правильный, нужный им результат. Поэтому я все-таки придерживаюсь второй точки зрения, что это событие еще сильнее сплотит команду, разозлит их, добавит дополнительные уровни мотивации и это поможет им победить. А что вы думаете по этому поводу? Отписывайтесь свое мнение в комментариях, также в группе к этому видео я сделаю голосование, тоже обязательно переходите в паблик и участвуйте в нем. Давайте посмотрим, за какое мнение окажется большинство. Всем успехов, ждем сегодняшний матч Лиги Чемпионов, кстати, скорее всего, сегодня уже появятся прогнозы на завтрашний матч Лиги Европы, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить.